Есть такое, что некоторые пациенты заинтересованы в том, чтобы болеть. Они из-за этого могут получить какие-то блага. Одна из групп препаратно назначаемых – это группа антидепрессантов. Как бы страшно ни звучало, все пациенты боятся. «Ай, мне назначили антидепрессанты, а я же не псих, а я же там не депрессия, а со мной что-то не то». Нет, бояться не стоит. Все-таки это та группа, которая помогает им вырвать медиаторные обмены, чтобы головные боли стали меньше. Сами пациенты уже немножко по-другому начинают относиться. Потому что это не просто врач какой-то у нас там сидит, но, как я уже говорил, который какой-то не такой врач, учится к чему-то и стремится. Подавались документы, то есть у нас есть патент на данный метод, который уже указал на то, что проводился патентный поезд, что именно методика представлена нами, разработанная, то есть аналогов в мире ей нет. Чем конкретно занимается врач-невролог? Если брать саму науку, как для пациента, для обывателя, это достаточно интересное направление, потому что что говорит пациент? Пациент говорит, раз я иду к неврологу, значит, у меня нервы. Есть различные проблемы с здоровьем. То есть основная проблема, в которой обращается пациент к неврологу, и жалобы, с которыми приходит доктор, у меня нервы. Он пришел, и ты говоришь, что все-таки в этой ситуации, когда пациент говорит, что у него нервы, он немножко подразумевает другого врача. То есть зачастую это врач-психиатр или врач-психотерапевт. Когда пациент спрашивает, хорошо, если вы не лечите нервы, то что лечите вы? То есть если рассмотреть лучше, то есть невролог – это достаточно обширная профессия. То есть кроме знания неврологии, кроме знания нервной системы, то есть центральной нервной системы, периферической нервной системы, то есть врач-невролог должен знать много чего из смежных областей. И при этом при обращении пациента врач должен уметь рассказать, что он невролог, то есть чем он занимается, и чтобы максимально было бы эффективное лечение пациента. То есть врач может даже предупредить, что я невролог, но основное мое направление какое-то такое. То есть я занимаюсь болью, я занимаюсь головной болью, я занимаюсь эпилепсией, я занимаюсь рассеянным склерозом. Большие города, где представленность врачей-невролога достаточно большая, то есть такая штука может быть. То есть каждый невролог может где-то немножко заужаться и говорить, что я все-таки хочу вот этим направлением заниматься. Если брать обширную часть неврологии, то это у врача, который занимается большим пулом заболеваний, начиная от каких-то заболеваний, связанных с остронурным позвоночником, с негрозным заболеванием позвоночника. Это могут быть какие-то мигрени, то есть это головные боли, это может быть демилизирующие заболевания, Минцинез, такие карсельные склерозы, различного рода заболевания спектром тимили. То есть это большая очень группа, которая достаточно сложная в диагностике, но в принципе очень хорошо с этим справляемся. Ну это то, что, как говорится, на слуху у каждого пациента. То есть пациент знает, ну вот, если что-то у меня там, это у меня склероз. Если у меня заболело, это разыководит. Если у меня болит голова, это у меня мигрень. Хотя там даже если у меня тоже самое головная боль, ее там больше тысячи различных видов. Да. То есть мигрень-то один только подлитый, а еще есть достаточно большое количество других видов мигрени. Ну не мигрени, а именно головной боли. То же самое, как бы боль в спине, пациент говорит, радикулит. Ну нет. Это, может быть, банальная либология, рефилитарно-тонический синдром. Это может быть боль в почках. То есть такой подход очень должен быть дифференцирован, чтобы именно подобрать то, чем пациент пришел к тебе. Любой прием врача-невролога начинается с того, что когда пришел пациент, ты все-таки вот пытаешься уточнить, это твой пациент или не твой пациент. Если я знаю, ты должен знать достаточно большое количество других областей медицины. Банально то, что я уже говорил, пришел пациент, болит спина. Ты должен понять, болит почему. Либо это какой-то рефилитарно-тонический синдром с хондрозом, либо это патология почки, которым также может давать болевый синдром в области поясницы, либо это какие-то ортопедические дела, то есть, возможно, даже какие-то травматические дела. То есть там пациент пришел, говорит, пена. Ты начинаешь его спрашивать, говорит, а я вчера упал там с дерева, там, или сбил ее машину. То есть ты понимаешь, что для того, чтобы высадить диагноз, ты уже должен понимать, куда, в какое направление тебе двигаться. То есть в сторону терапии, в сторону неврологии, в сторону кардиологии, в сторону ревматологии. И за счет этого ты начинаешь сейчас с ключей уже пациента в плане... Чтобы уже выставить правильный диагноз, значит максимально правильное лечение. То есть поэтому сказать, что неврология – это наука вот про это, про что-то одно – это очень сложно. Неврология – это очень обширная наука. Как понять, что у тебя неврологическое заболевание? Ну, все-таки я как врач, больше занимающийся болью, мое пожелание. То есть если пациент почувствовал боль, как можно раньше попроситься к неврологу. Потому что чем больше существует боль, тем больше риск ее хронизации. То есть если боль переходит в стадию хронической, то ее лечение становится намного сложнее, намного длится. И требует большего количества подключаемых препаратов, каких-то дополнительных методик воздействия, либо там какого-то физио-воздействия. Поэтому если вы чувствуете боль, что на моем опыте, то есть как бы мое любимое направление – это вердоброневрология, боли поясницы. Ну, по сути, любая боль, связанная с позвоночником, вот это я этим люблю заниматься. Поэтому если чувствуете боль, и вы обратитесь ко мне, грубо говоря, вот день-два-три от начала боли, то мы можем, в принципе, даже обойти без таблеток. То есть вы придете, мы вас осмотримся, мы пройдем определенную манипуляцию, то есть как бы и назначим достаточно такой мизерный список препаратов, что нужно будет принимать. Потому что у нас как? Ой, мне назначили 20 таблеток. Я столько пить не хочу, я это пить не буду. И потом пациент уходит у нас на неделю, на две приходит и говорит, доктор, мне ничего не помогло. А почему не помогло? Потому что, ну, сейчас спрашиваю, а я не пил таблетки. Вы назначили столько таблеток, я столько пить не хочу. Это же все для печени вредно, для сердца, это для всего вредно, или для желудка. Но вы плохой врач, потому что мне не помогло. Ну, а то, что как бы пациент не выполняет рекомендации, ну, уже как бы никто не обращает на это внимание. Часто с нашего менталитета, то есть темно-депоследним, пациенты приходят тогда, когда уже что-то с ними происходит. Когда боль становится длительной, нестерпимой, когда пациенты перестают спать, или нарушаются какие-то функции. Одной из так частых причин, то есть у пациента с болями в позвоночнике, то есть как бы все же радикулиты, пациент приходит, когда у него уже повисла стопа. Повисла, это уже, так сказать, уже очень запущенный случай, когда он начинает слабеть. То есть пациента болела поясница, болела спина, отдавала все нижние конечности. И в один момент он понимает, что как бы он может идти на носках, а в следующий момент он не может на одной ноге стать, на носки, или не может встать на пятки. То есть это уже говорит о том, что там радикулит, который он якобы ходил, терпел, запивал кучу таблеток, там чем-то еще, как у нас любители, мы вот хотим, говорю, чем вы лечились обезболивающим, а чем еще 100 грамм? 100 грамм лучше обезболивающим. А зачем пили пациент, это же лучше, хуже после этого. Но сначала это было лучше. И да, пациент приходит, и уже говорит, доктор, спросите, помогите. У меня повисла стопа. Если брать амбулаторный прием, с этим очень сложный бороться. То есть это уже когда развивается радикулит шемии, то есть это уже идет в сторону того, что пациент должен быть направлен на сценарное лечение. Тут тоже может быть вопрос. То есть не всегда бывают места, чтобы пациента направить прям в сию минуту. То есть пациент пришел, а я вижу симптом, который стоит резко лечить, то есть я быстро лечу, я должен направить его в отделение. И могут сказать, ну, положено через неделю. Да, мы назначаем лечение, но до конца отлечения может быть неэффективным. То есть пациентчик неделю придет, ему стало очень хуже. То есть мы можем, кроме того, пропустить момент, когда пациенту стоит прямо положить, чтобы спасить тот самый корешок, чтобы нога заработала в полном объеме. Поэтому, то есть если пациент уже с болью, если уже болит не только поясница, уже пошло в ноги, появляются какие-то слабости, парастезии, то есть такие неприятные ощущения ногака по типу покаланных иголочек, все-таки уже не стоит ждать, пора идти к неврологу, чтобы невролог вас осмотрел. Хотя бы, короче, общей практике. Чтобы было дано это общее направление, куда двигаться пациенту. Что сделать, перед тем попасть в неврологу. И когда пациент попадает к неврологу, туда уже немножко проще. Расскажите про вашу работу в районной больнице. На районе отработал я 5 лет. Только самое тепло впечатление, то есть об этом работе. Потому что, как бы, многие говорят, то есть, когда врач приходит на распределение, точнее, даже еще не врач, он еще врач-интерн, приходит, и не все хотят, пытаются добиться так, чтобы не попасть на район. Потому что в большинстве случаев мнение о том, что все-таки район такая штука, что губит жизни, потерянное время, и очень зачастую негативно к этому относятся. Мое мнение, то есть, как бы, по сути, если бы, ну, меня, наверное, заклюют за эти слова, то есть, как бы, если бы я занимался распределением, я бы достаточно много врачей привел бы на районы. Потому что это то место, то есть, где, да, сложно работать, но при этом пока появляется закалка характера, то есть, какая-то ответственность, ты сам более ответственно относишься не только к своему здоровью, но и к здоровью своих пациентов. За счет того, что ты ограничен в ресурсах, где-то, там, больше, чем в городской больнице, большого города, областной больнице, в трефриканских центрах, ты немножко по-другому начинаешь работать. То есть, тебе нужно максимально подключать какие-то свои знания, аналоги, так называемых, нас учит в университете клиническое мышление, чтобы помочь пациенту, потому что понимаешь, что если тебе приводит тяжелый пациент, то у тебя нет ничего. У тебя есть минимум средств диагностики, которые ты можешь там применить в работе с этим пациентом. То есть, зачастую были такие вещи, что приводит тяжелый пациент, а у тебя в руках только молоток неврологический и рентгенаппарат. И самое волшебное моё любимое средство, точнее, средство устройства, которое называется эхонцефалография. То есть, это уже достаточно архаичный метод, то есть, мало где используются, но именно в тех местах, где нет возможности поставить КТ-аппараты, МРТ-аппараты, еще этот метод применяется, так как это помогает в некоторых случаях, ну, даже, может быть, в большинстве случаев выставить правильный диагноз пациенту. Потому что есть отдаленный район, то есть, как бы, если брать районную больницу, например, нашу, где я работал, то есть, домне-районного центра, куда мы были отнесены, точнее, не район, а межрайонному центру, расстояние было 70 километров. То есть, если привозили тяжелого пациента в коме, какую-то тяжелую травму, а пациент уже был нетранспортабельным, то есть, его, как бы, ввести, чтобы делать КТ, ну, было очень проблематично и опасно для его здоровья. То есть, мы могли бы просто не довести пациента. Да, включает рентген-аппарат, делаются снимки, и достается этот вот наш волшебный аппарат энергоцефографии. Но, как бы, к нему не относились архаично, то есть, там, негативно, что это уже старый метод, он малоинформативен. Если с ним постоянно работать, то есть, как бы, много крутить, много видеть, он достаточно такой хороший метод. То есть, опираясь на осмотр неврологический, когда ты смотришь пациента, ты видишь определенные неврологические знаки, неврологические симптомы, то есть, по пациенту, даже если он находится в достаточно тяжелом состоянии и добавляет уже этот аппарат, ты можешь понимать, то есть, как бы, в чем проблема с пациентом. То есть, как бы, и зачастую, если это, например, черный завод травмы с образованием гематомы, это щепной, при помощи этого аппарата можно выяснить, где эта гематома находится. Как бы, они говорили, что этот аппарат не работает, он информативный. Да, работали с этим аппаратом достаточно долго, то есть, как бы, и гематомы находились. То есть, в большинстве случаев, ну, даже не в большинстве, а практически всегда. Да, пациенты, которые поступали в тяжелом состоянии, то есть, я бы, применяя данный аппарат, применяя, то есть, я бы просто использовали нервничий смотр, и мы могли помочь пациенту. Да, мы нам помогали, нам помогали наши старшие, так сказать, коллеги, то есть, это нейрохирурги, неврологи, областные центры, которые к нам приезжали по становиться. Ну, в один момент мы уже дошли до того состояния, то есть, как бы, что, в принципе, для них, может, даже не стало ни проблема приехать к нам, потому что они понимали, что, как бы, если я вызываю, то есть, на какого-то пациента, то есть, там уже ехать нужно в любом случае. То там уже тот случай, когда нужно будет делать там операцию, либо что-то тяжелое, чтобы пациенту было бы спасти жизнь. Каким, на ваш взгляд, должен быть хороший врач? Врач, должен в любом случае всегда учиться. То есть, врач, который остановился и думал, что он все знает, и, ну, по сути, тоже умерший врач, то есть, врач должен, как бы, если начал работать, постоянно должен повышаться, то есть, должен что-то изучать, что-то смотреть, что-то применять новое, и стараться попасть туда, где это все можно получить. Моим планом было, то есть, как бы, пойти, поступить в ординатуру, потому что я понимал, что вы будете хорошим неврологом, просто в университетской базы, то есть, как бы, интернатуры, этого недостаточно, то есть, ты должен быть идти дальше. Ну, да, есть еще курс повышения квалификации, но не всегда этого хватает. После, во время в этом районе, то есть, как бы, появилась возможность поступить в ординатуру. Ну, в моем случае, я поступил в ординатуру в ОРНПЦ, неврологии и архиургии, советую всем неврологам, если хотят стать, то есть, уже учиться дальше развиваться, продвигаться, то все-таки ординатура – это то направление для того, чтобы врач дальше становился профессионалом. Отрицательное мнение большинства пациенток врачей района. А кто у нас там на районе работает? Одни дураки. То есть, это очень такая большая проблема, то, что у людей сформировано такой стереотип, что если врач работает на районе, то это либо лодырь, либо двоечник, ну, либо что-то с ними так, попадая в ординатуру, то есть, начал учиться. То есть, это было, да, где-то тяжело, где-то большой объем информации, где-то много новой информации, то есть, в плане пациентов или на залоге, которые ты не знаешь, новые методы лечения, новые методы воздействия. Плюс очень большой штат научного отдела, где работают крутые специалисты, по сути, каждой своей области. И ты вот, если ты хочешь, ты вот как губка ходишь, постоянно это впитываешь. То есть, ты постоянно учишься, то есть, я заметил по себе, что когда я уже попал, начал попадать в ординатуру, то есть, это была очень заочина ординатура, когда ты два раза в год на 45 дней приезжаешь на учебу. Вот ты 45 дней учишься, потом обратно ездишь, работаешь, по сути, применяешь свои навыки, то, что ты получил в ординатуре. Я заметил то, что это совсем на другой мир стал. То есть, то, что видел раньше, просто работал еще в ординатуру, то есть, когда уже съездил в ординатуру, посмотрел, попадают пациенты, и ты уже смотришь на себя по-другому. Ты же по-другому смотришь пациентов. Ты обращаешь иногда те мелочи, на которые раньше не обращал внимания. Сами пациенты уже немножко по-другому начинают относиться. Что это не просто врач какой-то у нас там сидит, ну, как я уже говорил, который какой-то не такой. Врач учится к чему-то стремится. Сейчас у меня большая такая проблема, что пациенты приходят, а я пошла на прием, он меня что-то спросил, а потом сидел в телефоне и сказал, какая у меня болезнь, чтобы назначить лечение. Я поступил немножко по-другому, у меня лежала книжка. Если у меня что-то было непонятно, то есть, я просто открывал Талмуд, когда сочтелась эта книжка, и что-то, если было, то я начинал искать. И пациенты говорят, ага, эту книжку открывает, этот хороший, к этому надо идти. Лучше показать, что ты что-то не знаешь, чем демонстрируешь, что ты такой великий знаток, какую-то даже иметь не гордость, а гордынь. Очень много врачей, молодых, не очень, но большей части молодых в наш век, в век интернета, в век инстаграма, ютуба, все считаются крутыми специалистами уже по выходу из университета. Но не в плане того, что я там что-то очень много знаю, но в плане какой-то личной гордыни. Я отучился, и я знаю все лучше всех. И бывают моменты, когда даже отношения между врачами за счетом нарушаются. То есть, когда старший товарищ нам хочет что-то подсказать, приходит ему что-то посмотреть, а младший говорит, а что ты пришел? Я все знаю, мне не надо ничего делать, иди, если надо, я позову, но не зовет. А потом возникла вопрос по пациентам. Не потому, что не хотели помочь молодому врачу, а потому, что не захотел взять эту помощь. Потому что нас учили, ну и сейчас очень везде, просто кто-то это берет, кто-то не берет. То есть, все это то, что ты приходишь молодым, ты много чего не знаешь. И тебе должен быть учителя, который тебе помогает в этом разобраться. То, что пишут учебники, то, что пишут книжки, видео в интернете, фильмы. Ну, это, да, это написано, это красиво написано, это может быть красиво снято, но может быть не до конца правды. Как связаны неврология, психиатрия и психология? Если брать саму неврологию, ну, как ваш вопрос, неврология, психиатрия и психология, это очень рядом стоящие вещи. Ну, в советской школе, то есть, как бы, сейчас это уже, как бы, нет такого, но где-то в России может сохраняется. Профессия невролога называлась психоневролог. Да, то есть, как бы, где-то в России, даже можно, по-моему, еще встретить психоневрологов. То есть, ну, на мой взгляд, это врач, который и психиатр, и невролог одновременно. Но, по сути, если ты работаешь неврологом, ты, по сути, должен быть и психиатром, и неврологом, и психологом. Потому что то, что мы встречаем в нашей работе, должно поддаваться коррекцией со всех сторон. То есть, банально, вернусь в свою любимую семью к боли. Боль лечит невролог. Но, когда боль хроническая, один невролог может не справиться, подключается к психиатру. Потому что, первое, то есть, да, это какая-то психотерапия, какая-то когнитин-провиденческая терапия настройки пациента. Второй момент – это то, что препараты, назначаемы психиатром, то есть, те, кто нужны в назначении психиатрической боли. И это, по-моему, сейчас все-таки юридисты и психиатры. Это препараты ряда антипрессандов, какие-то, возможно, нейролептики. То есть, где-то невролог может сам назначить, то есть, где нет помощи психиатру, где-то работает команда. Невролог и психиатр, у него есть работа, невролог начинает лечить, и он набирает к психиатру. Психиатр рассмотрит, просит, который поговорит, и расскажет, и таблеточку даст хорошую назначить, и пациенту ему доверится, и не будет бояться. Потому что он пошел не к психиатру, а к психотерапевту. Ну, в моем понимании, так могу, может, меня закидают в чем-то, скажут, что я сказал что-то не так. Но в любом случае, если брать пациента неврологического, то есть, мы берем команду. Невролог, психиатр и психолог. Потому что психолог подчиняет свою часть. То есть, это какое-то тестирование, помогающее выяснить нам, насколько нарушены функции когнитивного пациента. То есть, как бы, не нарушена, различного рода тесты на поведенческие реакции. То есть, как бы, на то, как он думает, как он говорит, как он выполняет определенные действия. Может выполнять, не может выполнять, может считать, не может считать. Плюс, есть определенные тесты, то есть, как бы, врет на пациента или не врет пациента. Есть такое, что пациенты, некоторые заинтересованы в том, чтобы болеть. Они из-за этого могут получить какие-то блага. То есть, это какое-то денежное, это может быть что-то семейное в плане. «Я такой больной, любите меня». И вся семья, как курочки на сетке, вокруг ходят, оберегают, облюбливают, и пациентами пользуются. Мы в этом случае должны сделать так, чтобы понять, это все-таки пациент реально болеет, или это все-таки какая-то установка на то, что он, при помощи вот этой болезни, то, что он показывает, не показывает, он или преувеличивает, хочет добиться какого-то пользы для себя. Это вот, ну, отчасти помощь наших психологов, то есть они нам это помогают. Про наследственность, риски и демиеленизацию мозга. Относительно заболеваний такого плана, что они не на виду, пациенты только слышат. Ну вот, есть там рассеянный склероз, вот там болезнь Альцгеймера, вот там болезнь Паркинсона. Их, по сути, предугадать, очень сложно предугадать. То есть, и как-то узнать про них тоже. Если ты здоровый человек, ты можешь прожить до определенного возраста и не знаешь, что у тебя какая-то болезнь или предрасположена к болезнему. Да, ты можешь понимать про это, что если вдруг у кого-то из родственников были проблемы, у бабушек, у дедушек, у братьев, сестер, родителей, родственников, родственников, то есть, какую-то косвенную связь, то есть, там, если, например, у бабушки будут болеть Паркинсона, то, может быть, у тебя тоже будет когда-то болеть Паркинсона. Но это все настолько не точно, то есть, как повезет, может быть, может не быть. То же самое, что, поэтому ты не поймешь, все-таки, будет ли это болезнь, не будет. Ты можешь есть определенные генетические панели на все заболевания, которые можно обследовать. То есть, у меня есть гристония наследственная, то есть, там, все-таки, это не мое направление больше, но есть панели, по которым ты можешь остановить, есть или нет к этому гену. То есть, если находится этот ген, то есть, как бы, часто бывают семейные случаи, то есть, не часто, редко, но не бывает, когда, то есть, как бы, в семье несколько родственников в разных поколениях болеют одной болезнью. Причем, может, у одного родца там все дети болеют. То же самое, если есть, брать, как ранние инсульты, есть наследственная тромбоцитфилия, то есть, когда происходит патология, то есть, и вот все дети в раннем детстве получают инсульты, потому что у них вот такая предисположенность к образованию тромбов. Если ты вот живешь, по сути, у тебя родители здоровые, бабушки, дедушки здоровые, чего-то там не слышно, то есть, тогда, ну, в принципе, ты можешь жить. Но в любом случае какая-то болезнь, когда-то как-то чем-то проявится. То есть, есть случаи, то есть, когда пациенты, вот, болит голова, болит голова, болит голова, болит голова, болит голова, вот, начинают они обследоваться, начинают обследоваться. Первое, что делается, ну, основное желательно сделать, это мортеголовного мозга. Дело мортеголовного мозга, а там очаги демиорализации. Бывает такое, что при проведении мортэ находятся очаги демиорализации. Эти очаги могут появляться при демиалинизирующих заболеваниях, либо при растений склероз, как частной форме демиалинизирующих заболеваний. Но при этом ты до этого все жил, и у тебя было все хорошо, и ты не знал про свою болезнь. Но это демиалинизирующие заболевания, когда происходит повреждение нейронов, то есть здоровая ткань заменяется на эти очаги демиалинизации. И функция, выполняемая вот этим участком, она просто нарушается. И заболевание может протекать спокойно, то есть могут появляться новые очаги в разных участках мозга, спинного мозга, но при этом не иметь симптоматики. То есть это немые очаги, которые появляются в немых зонах, то есть в зонах, которые убиты определенные функции. И пациент может не замечать. Ну или это могут быть такие симптомы, которые пациент даже не обратит внимания. А есть такое, что именно приобретается информационная зона информативная, то есть как бы появился очаг, ослабла рука, ослабла нога. То есть тут уже понятно, что пациент обратит внимание, и будет понимать, что что-то с ним не так. То есть поэтому какого-то легкого симптома, что ты ведешь такой, ага, у меня стреляно под лопаткой, у меня там российский рост, ну такого не будет. То есть это должны быть определенные симптомы коммортиз, которые должны появиться, и просто так он не найдется. То же самое при болезни Паркинсона. То есть она не появится сама по себе, то есть это должен быть какой-то фактор, с которого он начнется, с какого-то времени. Возрастные моменты, то есть как бы да, то есть есть и ранние формы болезни Паркинсона. Стоит ли переживать и искать в себе заболевания? Что за собой следить, чтобы поймать какую-то болезнь? Ну, в большинстве случаев, если нет предположенности, то есть со стороны родителей, грубо говоря, то все-таки стоит просто жить, мне кажется. Есть такая категория пациентов, которые нездоровы, но они ищутся болезни. Они делают все, максимально все, что могут, чтобы найти всякую-то болезнь. Ну, болезнь неорганическую, а именно болезнь, связанная с психиатрией. То есть это был заток в голове. Ну, частный вариант – это психосоматика, да. То есть поэтому мой совет – просто живите, да. Периодически издавать анализы. В любом случае нет такого человека, который не болеет вообще. Про головную боль и ее последствия. То есть головная боль может быть, по сути, первичной и вторичной. Первичная боль, ну, когда, по сути, нету того, той проблемы, которая может ее провоцировать. Ну, это банальный мигрень, там, головная боль напряженного типа. А есть такая штука, то есть вторичная головная боль. То есть это боль, связанная с какой-то проблемой. Опухоль. Зачастую это одна из самых частых причин, только вторичная головная боль. Какие-то метастатические процессы, когда поражение костей. То есть поэтому для того, чтобы, как бы, по сути, по себе понимать, что за боль в любом случае. То есть если боль появляется, если эпизодическая, там, ну, раз в месяц. Там, реже, чаще немножко. То есть, как бы, там, ну, чаще немножко – это, как бы, ненавучный подход. То есть, как бы, там, ну, 3-4, 3-4 месяца – это будет не страшно. То есть, как бы, не стоит бить тревогу. То есть, как бы, если присоединяются частыми, и уже, как бы, препараты стоят слабо помогать, то лучше все-таки, сами за собой понимаете, что боль уже мешает качеству жизни. То есть уже не можешь что-то выполнять, какие-то, там, нарушаются сон. На работе не можешь концентрировать, потому что болит. И понимаешь, что уже ешь столько таблеток, что, ну, уже можно накормить рот солдат этой пачкой таблеток, а тебе она не помогает. Но все-таки уже пора обратиться к врачу. И, по сути, не допускает этого момента. То есть, если понимаешь, что уже боль стала частой, и при этом таблетки не помогают, то все-таки пора, пора идти, не затягивать. Если обратиться именно боль, такую, чтобы уже прям красный звонок, то есть это обычно, ну, пациент гипертонии. То есть это боль, как описывается в учебниках, как бы при кровоизлиянии. То есть это боль, как будто молотком по голове. И появление чувства, как будто горячая жидкость рассекается внутри черепа. Ну, это вот так вот нас учили в интернатуре, что это боль, которая при кровоизлиянии. То есть когда лопается сосуд в головном мозге, происходит браск крови, и за счет этого образуется выраженная головная боль. Да, но при этом, если такое случится, зачастую это может быть происходят различными приступами, судорожными приступами. То есть пациент, там может, бах, головная боль, потерял сознание, судороги случились. Там угнетение сознания, то есть как бы сопр, кома. То есть пациента, если кровоизлияние, можно найти вообще просто дома в коме. Приходишь, лежит просто пациент без сознания. И вот эти вот боли, они обычно сопровождаются часто с общей мозговой симптоматикой. То есть какая-то такая штука, это головная боль, это рвота, и это угнетение сознания. То есть причем рвота, которая не приносит улучшения. То есть если что-то похожее, немедленно сразу. Если кто-то из родственников, вот прям резкая головная боль, вы понимаете, что он такой становится сонливый, уже вялый, засыпать начинает, или он начинает тошнить, то все. Можно померить давление, но это пока вы ждете скорую, потому что вызвали скорую, и хотя бы какую-то первую помощь можно оказывать. Померить давление, там давление 200-240. И понимаете, что это да. То есть на фоне высокого давления произошел разрыв там сосуда и произошло кровоизлияние. Как распознать хроническую мигрень и чем ее лечить? Мигрень, то есть это частая боль. Каждый невролог встречается с мигренью. Практически каждый человек встречается с мигренью. Если у вашей мамы, бабушки был мигрень, а у девушки, ну даже не девушка, даже мужчина, мигрень может быть и у вас. То есть как раньше писалось, что вот мигрень, болезнь женщин. Нет, мужчины тоже болеют мигренью. Причем мигренью очень тяжелые бывают, и все-таки этим нужно заниматься. Как заниматься? Все-таки нужно найти того специалиста, который будет с вами работать, которому будете доверять. Есть разные специалисты, которым будете приходить, и подходы могут быть разные. Если все-таки подходы более дифференцированного, к специалисту придете, он настроит там полный вопрос, вопрос, сбор анамнеза, и уточнит, какая все-таки ваша мигрень. То есть аура есть, либо нету ауры. То есть это мигрень хроническая, это мигрень все-таки эпизодическая, когда приступы очень редкие бывают. Чем она проявляется? То есть есть ли какие-то дополнительные симптомы? Боязнь света, боязнь шума, то есть какое-то нарушение качества жизни при этом. То есть у кого-то есть, у кого-то нет. То есть у кого-то нету, тошнота, рвота, ну и различные дополнительные симптомы, которые могут проявляться при мигрене. И все зависит от той формы мигрени, которая у вас. То есть если это все-таки мигрень хроническая, то с ней немножко сложнее работать. То есть если вы обращаетесь к специалисту, то нужно именно разобраться именно с тем видом боли, к которым вы обращаетесь. Часто у пациентов с длительностью существующей головной болью, кроме мигрени, есть еще несколько видов боли. То есть когда вас врач обращивает, то он обычно будет спрашивать, какие у вас будут виды боли. И он, например, писал, вот у меня мигрень, болит висок. Если я не поймала приступ, у меня болит вся голова, виски могут меняться. То есть какое-то стандартное описание мигрени. Но при этом вы понимаете, что у вас еще есть виды боли. То есть врач может спросить, а как еще болит голова? То есть мигрень часто, если пациент уже пришел в стадию хронической мигрени, часто осложняется так называемая обузовственная головная боль. Или по-другому называется лекарственно-индуцированная головная боль. То есть когда за счет того, что препараты примирения уже не помогают, безболивающие, пациент начинает пить больше. А чем больше пьет, тем больше болит. И они уже перестают помогать. Кроме этого, учитывая, что мы все трудимся, все волнуемся, все стрессуем, один из видов боли, которая может появляться, это головная боль непрошеного типа. Это обычно три типа боли, которые сочетаются между собой. И исходя из этого, то есть мы должны, исходя из того, какой тип боли мы нашли нашего пациента, мы должны подобрать то лечение, которое будет подходить. Так как боль хроническая, то есть обычные препараты, обезболивающие, они помогать не будут. Потому что уже является моментом того, что происходит так называемая центральная сенситизация, и головная боль заключается уже в самой голове на уровне медиаторов. И поэтому мы должны назначать, по сути, пациентам профилактическое лечение. То есть те препараты, которые пациент будет принимать постоянно, в течение какого-то промежутка времени, которые будут уменьшать его интенсивность боли, и количество приступов. То есть рационально подобранная терапия поможет пациенту выйти практически с любого состояния. То есть если у вас больше 15 приступов более месяца, вы принимаете больше 15 таблеток в месяц обезболивающих. То есть не таблеток даже, а больше 15 приемов. То есть даже, скажем, по-другому. То есть если у вас больше 15 приступов в ингрене в месяц, это и в течение трех месяцев, это хроническая ингрень. Профилактика может быть разных уровней. То есть даже не разных уровней, а разных групп препаратов. И все зависит от того симптома комплекса, которого вы рассказываете. То есть это могут быть препараты бета-блокаторов, которые блокируют гормон адреналин, и при этом, в принципе, уменьшают количество приступов. Но проблема в том, что если вы молодая, худенькая девушка с редким пульсом, вы выпьете бета-блокатор, и потом целый день будете кружиться. Потому что упадет пульс, упадет давление, будете чувствовать себя не очень. Одно из групп препаратов назначаемых – это группа антидепрессантов. Как бы страшно ни звучало, все пациенты боятся. Ай, мне назначили антидепрессант, а я же не псих, а я же там не депрессия, а со мной что-то не то. Нет, бояться не стоит. Все-таки это та группа, которая помогает им вырвать мезиатронобены, чтобы головные боли стали меньше. То есть это не помощь того, чтобы вас загрузить, из вас сделать психа. Это именно направление того, чтобы помочь вам выбраться из этой хронической боли. Все про МРТ. В плане МРТ, то есть очень много пациентов боятся. Самое пространство. Вот меня загнали в трубу, меня загнали в гроб, я лежу, мне там очень страшно. Ну, реально страшно, то есть каждый аппарат работает по-своему. То есть на своей памяти, то есть я, наверное, уже делал раза три или четыре МРТ, ну, получилось так, что я там спал. Не знаю, почему я просто засыпал. Где-то были наушники, звука не слышно, где-то были звуки. В одном МРТ, который мне больше всего понравился, это в Боровлянах, по-моему, делали его. В то время в МРТ включили музычку. Там такой кальянный репчик играл. Прям умиротворял вообще хорошо. То есть вообще ничего не обращал внимания. Вообще классно, мне понравилось. Но большинство пациентов боятся. Ну, и есть в Минске, по-моему, один центр, я не помню название. Ну, где есть открытая рамка. То есть, как бы, МРТ не труба. То есть открытый контур, ты заходишь, то есть у тебя нет вот этого боязни скрытого пространства. Но проблема в том, что это МРТ с лишним слабым магнитом. То есть там, по-моему, 0,4 Тесла. То есть, ну, как и старый фотоаппарат в телефоне. Вот когда было 0,3 Мп, прям все радовались. Класс. Хочусь 0,3 Мп. То есть сейчас очень много аппаратов появилось, которые более качественные. То есть, как бы, по сути, для нас, неврологов, если брать вот эти вот аппараты старые 0,3, 0,4, ну, на них можно разве что спинку посмотреть. Есть грыжка, нет грыжки, ну, такого плана. Если смотреть уже более детально, то есть, как бы, тоже там рассеянский рост, там миглени, еще какие-то моменты, то все-таки аппарат должен быть получше. То есть это Тесла, полтора Тесла. Ну, в некоторых случаях, в идеале, это вот три Тесла. То есть, ну, самый такой, не самый распространенный, но один распространенный аппарат, именно полтора и три Тесла. То есть, в принципе, они подходят. То есть, ну, если более детально картинку, то это все-таки три Тесла. Если нужно делать, то старайтесь упирать, то есть, нужно стараться, чтобы аппарат был хотя бы полтора Тесла. Поэтому для врача это будет более информативно, чем если вы принесете МРТ, где будет 0,3 Тесла написано. Ну, в любом случае, то есть, к МРТ подходить с той стороны, что это нужно. Как вы лечите хроническую боль? Ну, как я уже раньше говорил, то есть, как бы, по сути, мое направление, то, что преследует для меня наибольший интерес, и, так сказать, мою страсть, мою любовь – это лечение именно боли. Ну, по сути, это любой вид боли, но самый большой блок – это вертуброгенная патология, которая может сопровождаться или не сопровождаться с миофасциально-болевым синдромомом. Вот миофасциально-болевым синдромом, по сути, это наш современный БИЧ. Все, по сути, знают, что это такое, где оно, как его найти. В процессе лечения возникают большие проблемы. То есть, именно подобрать правильное лечение данной патологии очень сложно. И чем хороша неврология? То есть, неврология – это, по сути, как детская пирамидка. Вот себе дали основание университет, в котором интернатура, первое место работы, а потом ты можешь уже накладывать все, что хочешь, нанизывать. Ты невролог – будешь просто неврологом. Хочешь быть дальше – ты учишь массаж, ты учишь манальную терапию, или флексотерапию, блокады. И все, что хочешь. И, по сути, ты не ограничишь своих действий, ты просто наращиваешь свою массу и свой арсенал воздействия, арсенал того, что может помочь пациенту. То есть, в моем направлении, когда побывал на район, была всякая проблема пациента с радикулитом, с любой шалви, куда-то отправить выше, когда ему ничего не помогает. И, по сути, ты начинаешь немножко колдовать с людьми. То есть, я, еще будучи студентом, занимался массажем. И на одном из последних курсов у меня познакомился с иглорфиэкстерапевтом, который мне показал какие-то основы китайской культуры, какие-то точки, где они находятся, как на них воздействовать. И потихоньку с этого начал к массажу добавлять какие-то точечные воздействия. Попал на район, у меня ничего не забирает, пациенты болят, пациенты требуют, надо как-то помогать. Ну вот, начинаешь с ними работать. Постепенно, то есть, уже с, наверное, 17-го года занимаюсь с акупрессурой. То есть, акупрессура, другое название, ишемическая компрессия, встречается в литературе, за рубежом. Также можно встретить название миотерапия. То есть, это локальная воздействие, триггерная точка, которая приводит к ее разрушению, расслаблению мышцы, уменьшению болевого синдрома. То есть, если этой методикой овладеть, пациентам можно помогать, вот просто, грубо говоря, на лету и любыми подручными средствами. В начале работы было большое количество людей, и я делал все руками. Это было очень больно. Потом проходят 15 человек, пальцы разваливаются. Потом потихонечку пошло понимание того, что нужно все-таки и свое здоровье оберечь, но всех здоровья не хватит. Поэтому определенные приспособления нам помогли с медицинской сталью, подготовив определенные стики, при которых можно воздействовать тем же самым способом, но при этом оберегая свое здоровье тоже. Множество пациентов прошло уже. То есть, приходят пациенты, жалуются на боль. Любая локализация. Причем они приходят, доктор, я уже болею столько-то долго, я уже прошла много врачей, мне ничего не помогает, я столько-то все прошла. У меня такая сложная боль, мне никто не может помочь. Говорю, давайте. И мы пробираем боль за 15 минут. Потому что это все-таки миосоциальный синдром. То есть, если ты умеешься не работать, и реальный пациент миосоциальный синдром, ему можно помочь буквально в моменте. Просто находишь правильные мышцы, правильные точки, ты на них правильно воздействуешь. Пациент радостный, доволен, убегает от тебя. Говорю, доктор, спасибо, я приду к вам еще. То есть, при этом, разный вид боли разно поддается. Если все-таки боль острая, поэтому можно убрать, грубо говоря, за один сеанс. Спецназ пришел, а я не болит. Мы понажимали, мы поделали. Пациент встает, глаза по пять копеек, радость. Доктор, что вы сделали? Покажите, чем у меня калория. Либо хроническая боль, но там то же самое. Вот пациент, наши любимые проблемы. Мы сидим, работаем. В одном положении, согнувшись, компьютеры. Болит шея, болит над плечами, лопаточная область. Вот там кто-то под лопаткой поселился, что-то там чешется, болит. Что мне делать? Я говорю, давайте попробуем. Проводится сеанс капрессуры. Пациент встает, руки-то полетели, плечи задвигались, боль прошла. И он чувствует облегчение. Как вы решили разработать аппарат для лечения болевых синдромов? Есть пациенты, которым можно помочь мануальным воздействием. Но есть пациенты более тяжелые. То есть и когда к ним проводится первый сеанс, он больше такой диагностический, мы понимаем, что эффекта не хватает. Пациент говорит, да, мне стало лучше, но боль вернулась. Или через год, или не до конца снялась. То есть и работая уже мануальная, понимал, что нужен как-то этот метод максимально усилий, чтобы помочь пациенту с минимальным вредом для пациента. Наверное, это как-то подсчитывало, наверное, в течение 5 лет в нашу идею создание аппарата, с помощью которого можно помогать таким пациентам. Ну и, как говорится, земля круглая, за углом встретимся. Когда эта идея возникла, то есть уже округлилась в моей голове, нужно было искать исполнителей. Я все-таки врач, я могу лечить, я могу выдумать идею, я могу понимать, как это будет действовать. Но я не техник, я не инженер, я не смогу это собрать. Ну и получилось так, что к моему моменту, когда попал в Минск, в ординатуру, здесь уже жил мой товарищ со школы, с которым мы учились вместе. Он как раз-таки инженер. И вот мы с этим товарищем встретились, обсудили, и он сказал, что мы можем это сделать. И мы через какое-то время сделали первый прототип. Спасибо большое, профессор Моркович Алексеевич Лихачев поддержал эту идею. То есть мы сделали первый прототип и начали пробовать с ним работать. И то, что в один момент просто крутилось в голове, как возможный способ помочь пациенту, максимально помочь пациенту, то есть в момент, по сути, приписывался в этот аппарат. И когда мы начали работать, мы понимаем, что то, что крутилось в голове, оно все работает. Вот так оно представлялось, в мечтах, в представлениях, так оно и заработало. Суть в том, что то, что мы делаем давление при нашем аппарате, мы в источнике возим лекарства. Но настолько мизерные дозы, настолько малотравматичны, то есть пока что на данном этапе аналогов, так чтобы кто-то мог повторить именно механизм воздействия с теми же расходниками, как у нас, по сути, даже и в мире нет. То есть подавались документы, то есть у нас есть патент. Но на данный метод, который уже указал на то, что проводился патентный поезд, что именно методика представлена нами, разработанная, то есть аналогов в мире ей нет.